Таинственная река, забирающая души детей и взрослых. Так в Кыргызстане прозвали реку Нарын, жители близлежащих сел. Причины тому очень мрачные. В реке все чаще находят утопленников. Иногда детей случайно уносят потоком. Но чаще это взрослые самоубийцы. Тревожные обстоятельства побудили гражданских активистов провести расследование. Больше всего душ. Таинственная река забирает в мае и в ноябре, говорят они. Куда вы идете? Я прыгать иду. Стремительная походка и запах алкоголя говорили о том, что мужчина решился на что-то опасное. И последствия его не волнуют. Да дайте мне прыгнуть. Отойдите, а то мы сейчас милицию вызовем. Поняв, что от уговоров пользы не будет, пришлось спасать потенциального самоубийцу силой. Хорошо помогли прохожие. Не будь школьников, высота падений и скорость течения реки сделали бы свое дело. Река Нарын. Самая длинная, самая древняя и самая значимая в стране. А еще бурная и опасная добавляют спасатели МЧС. С характером водной стихии им приходится сталкиваться часто. Давайте с этой стороны спустимся. Поторапливайтесь. Одна из многих поисковых операций. Пропал человек. Возможно, упал в воду. Доказательств нет, но проверить русло реки спасатели обязаны. Любое тело, говорит Бердебек, рано или поздно всплывает. Бывает, тела прибивают к берегу. Иногда они застревают между камнями. Особенно много утопленников было в прошлом году. Несколько раз выезжали на поиски. С мая по август время половодия и поздняя осень. Для спасателей это сезон вызовов. За раз выходят до 14 человек. Иногда поиски длятся неделями. Ребята проходят не один километр. Помню, человека уносило течение. Нам ничего не оставалось, как бежать по берегу. На случай, если сможет выбраться. Хорошо встретили у реки всадников. Они нам и помогли его вытащить. Но с помощниками везет не всегда. Все, на что полагаются спасатели, фонарь и аркан. Поиск на лодке в водолазных костюмах, конечно, был бы эффективней. Но приходится выкручиваться. За последние годы число утопленников увеличилось. Причины разные. Одни сводят счеты жизни, другие пытаются привлечь внимание и прыгают в реку Нарен. Кто-то тонет в результате несчастного случая. Вот вчера школьница утопилась. Говорят, что из-за того, что не попало на общереспубликанское тестирование. Официальной статистики по утопленникам реки Нарен нет. У местных спасателей и сотрудников правоохранительных органов данные разнятся. Но в одном они едины. Особо уязвимы перед водной стихией дети. Здесь дочке 6,5, а сыну 4,5. Фотография – единственная память о детях. Они пропали 3 года назад, в мае, в 3 часа дня. Одна из версий – утонули в реке. Но в это отец пропавших детей не верит. Соседи видели, как в машину посадили моего младшего сына. А дочка увидела и побежала за ним. Хотела забрать его. В итоге ее затолкали в машину. И эти тапочки, якобы обнаруженные на берегу реки, нашли на третий день после случившегося. Это невозможно. Потому что все эти три дня я прочесывал берег реки, и обуви там не было. Получается, подкинули. Сегодня отец ищет детей самостоятельно. За три минувших года создал родительское движение. Провел собственное расследование. Говорит, больше всего детей пропадает в мае. Город Нарен тоже один из рынков, для того, чтобы красить ребенка. Если оградим речку в черте города, то увидите, пропадающих детей станет меньше. Ладно, допустим, не дай бог, конечно, один утонул, пятый утонул. Но шестого могут похитить и сказать, что тоже утонул. Просто закинут его вещи на берег, и все. Это же выгодно. А потом могут продать его на органы, в рабство, отдать на усыновление или сделать попрошайками. В городе об ограждении реки говорят часто. Но по подсчетам городских чиновников, даже простое проволочное слишком дорого. Можно поставить народным методом ашар, но некоторые участки перешли в частную собственность. Береговая линия реки – 18 километров. Все перегородить, конечно, невозможно. К примеру, этот участок перешел в частную собственность, хотя это противоречит закону. Судимся уже несколько лет. Но, как вы сказали, особо опасные участки, где детские сады и школы, мы проконтролируем. Думаю, загородить или лестницу придумать получится, чтобы огородить хотя бы детей. Река Нарын таинственная. Знаете, сколько душ она забрала? Манящую силу реки Бакаята испытал на себе. Старик, желая сэкономить время, решил перейти на тот берег по льдине. Да не тут-то было. Льдина раскололась. Я семь часов плыл на ней по реке. Испугался очень. Потом вспомнил, как в одном фильме человек управлял палкой. И вот этой тростью я отталкивался и направлял её то влево, то вправо. За путешествие на льдине старика прозвали волшебником. Седая борода и белый колпак на голове дополняли имидж. Мне повезло, я выжил. Потом мне сказали, что на льдине я проплыл больше 10 километров. Если бы был мост, разве я пошёл бы по льду? Эту трость теперь Бакаята бережёт, как зеницу ока. Она спасла мне жизнь, шутит он. Для местных жителей история 91-летнего волшебника стала уроком. О путешествии на льдине длиной в 7 часов вспоминают и спасатели. В 2011 году в реке Нарын спасатели нашли 8 тел. В 2012 году – 6. Местами глубина больше метра. Там даже я могу утонуть. Так что будьте осторожны. Уроки по безопасности в школах Нарына проводят два раза в год. В мае перед половодием и летними каникулами и в декабре в разгар зимних игр. Спасатели просят детей быть предельно осторожными. Ведь не всем везёт, как старому волшебнику.